Венспилс посетил министр благосостояния Латвийской Республики Гатис Эйглитис. На своей должности министр находится всего три месяца, и в течение этого периода он посетил несколько самоуправлений для того, чтобы понять общую картину социальной сферы в стране. Речь идёт как о социальной инфраструктуре, так и о социальных услугах. Для меня было важным понять, как организована работа социальной службы Венспилса и работа сиротского суда. На данный момент у самоуправлений много разных вызовов. Это и обучение ассистентов для людей с ограниченными возможностями, это и единая корзина социальных услуг, которая будет вскоре принята и правительством, и Сеймом. И самоуправления должны будут соответствовать этому уровню услуг. Одно из самых значительных изменений, введённых в этом году, касается жилищных пособий. В связи с новыми изменениями, многие жители Венспилса больше не имеют права на получение этой помощи. Поэтому одним из обсуждаемых вопросов было именно эти изменения. У нас связаны руки, и мы сегодня поговорили с министром, он нас выслушал, будут ещё встречи. Но чем всё закончится, я сейчас не могу сказать. Мы в министерстве постараемся прийти к какому-нибудь решению, может быть, через закон о социальных услугах, или что-то изменим в правилах кабинета министров. Найдём формулу, при которой у самоуправления будет больше свободы. Министр пояснил, что самым большим камнем преткновения в социальной сфере является то, что размер пособий в настоящее время равен размеру минимальной заработной платы. И многие из тех, кто мог бы иметь оплачиваемую работу, предпочитают не работать. И для работников в социальной сфере это большая проблема – мотивировать людей вернуться на рынок труда. В Венспилсе министр посетил дом социальной опеки Селга и недавно построенное здание центра Цимдинша. Обсуждались также процесс деинституционализации и привлечение дополнительного финансирования, а также строительство нового дома престарелых в Венспилсе. В целом, после визита в Венспилс министр был приятно удивлён планами и уже созданной инфраструктурой, которая используется в социальной сфере нашего города. Продолжение следует...